Сегодня у нас уже 0.09.06.2024, выставляем Соскин. Сделал ряд видео вам на большем канале, смотрите Соскиньюс тоже. Ну вот, такую тему обсудим. Она на слуху всех, она так расширяется, распространяется и будет иметь очень серьезное, на мой взгляд, значение для Германии и для Шольца. Итак, 8-го числа Медведев у себя в своем телеграм-канале вечером там дал такую очень жесточайшую характеристику Шольцу. В принципе, он повторил то, что и, собственно, наш Мельник говорил, когда был послом в Германии. Умничка, конечно, очень. Сейчас он посол в Бразилии, Украине. Ну и другие говорили, что Шольц, он, по сути, вот этот мясное как бы там такое изделие из переработанных отходов, да. И вот назвал его Медведев еще более жестко, так сказать, это типа этим изделием. Еще там дал ему разные характеристики. И вообще, там говорит, встать он должен на колени за то, что используют украинский народ, обманы, прочее. В общем, такая очень жесточайшая характеристика. Очень уничижительная, очень, короче, растоптал он бедного этого Шольца так конкретно. Можно сказать, ну, так Медведев, кто он там, прошлый и так далее. Он совсем, получается, не прошлый, между прочим. Он родился, знаете, когда? 14 сентября 1965 года. То есть, в следующем году, получается, правильно, сейчас ему 30, ой, там сколько получается, 35 и 20, 55, 59 лет. То есть, ему в следующем году только будет 60 лет. Представляете? Ну, так это вообще огурчик по сравнению даже с Путиным, а с Байденом или Трампом, так он вообще, или с тем же Эрдоганом, так он вообще пацан. Это при том, что он уже столько на арене, этот Медведев, находится, кем он только не был. И президентом был Российской Федерации, и премьер-министром без смены, и много-много других постов. И у Путина администрацию занимал, президентскую и прочее. Ну, и сейчас у него очень важные посты. Это человек, которому Путин очень доверяет. И он такой, как бы, прикрывает Путину тулы по полной программе. Он является замом секретаря, вот это, как он называется, я вам сейчас скажу. Бу-бу-бу-бу-бу, он зампредседателя, зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации. Председатель Совета, как известно, это, правильно, этот самый Путин. Ну, он с 26 декабря 2022 года, он первый зампредседателя военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Это означает, что он, а председатель там тоже Путин. Но и это еще не все. Он является главой партии «Единая Россия». Он председатель партии. То есть, он держит, он-то, как бы, держит все такие очень ключевые, ключевые должности. Он, как бы, за сценой немножко стоит. Но плюс он, конечно, лупит по полной программе и Зеленского, и Байдена. А теперь отлупил и Макрона, и Шульца. Шульца, конечно, он просто сварил вместе с потрохами. Ну, давайте над этим подумаем. Вот, что это значит? Помните, Шульц сказал, что Путину не удастся поставить Украину на колени. Ну, а этот, говорит Медведев, что даже вот этот, как там он его называет, Бореля, тоже вот так его унижает очень серьезно. А, говорит, и тот признал, что и без западного оружия Украина сможет держать фронт несколько недель. Две недели, Борель сказал. А дальше Украина должна будет подписать соглашение с Россией. Более того, он назвал здесь, Медведев, в этом своем публикации Украину своеобразным доминионом. Доминион – это самоуправляемая, как бы, территория, которая входила в состав этой, как ее, британской империи. Там Индия была, Канада, Австралия, ну, много там таких было. Новая Зеландия. Вот, то есть, что Украина не является сувереном. Ну, так и есть, она не является. Сегодня Зеленский ее превратил фактически в отработанный материал. И она, по сути, не является субъектом уже международного права. Об этом, кстати, свидетельствует то, что генеральный секретарь ООН Гутерреш отказался приезжать вот в эту Лозанну. И приедет там кто-то, а кого-то они кого пошлют. То есть, по сути, сегодня, как бы, люди умные такие, как Гутерреш, они понимают, что Зеленский – самозванец. Что он не является легитимным президентом. И Гутерреш не хочет подставляться, потому что он управляет странами, которые входят в ООН. Ну, не управляет, а, скажем, координирует деятельность стран-членов ООН, субъектов. А не доминионов, неоколониальных шмотья. Или каких-то там объектов управления. Вашингтона, там, или Лондона, или Брюсселя. Это очень серьезно. И теперь заявление этого Медведева. Что это означает? Это означает, что, по сути, вот если проанализировать, смотрите. Сунок, премьер Великобритании. Ну, перед ним был Джонсон Боря. Печальная судьба его. Такая его сумма доля спиткала. Ким он теперь працюет? Он працюет в Daily Mail, там, мает колонку. Повернулся до своего первого статуса. Кореспондента, журналіста. Ну, але з великими статками. Його дуже добре там оплачують. Ось, був мерам же Лондона. Сдал свою позицию вот этому жителю, этому выходцу из Пакистана, исламисту. Лондон сегодня, по сути, это уже, по сути, фашистско-исламский отстойник. Уже говорят, что еще немножко, где-то к 30-му году это уже будет Лондонабад. Они даже этим не опечалились, эти англосаксы, так называемые. Да их и не будет скоро. То есть, Сунака не будет. Консервализуют раз, бедненькую. Так-то вообще выкинули, ноги вытерли и выкинули ее, как коврик использованный. И Сунака теперь не будет. Помните, я вам давал характеристику этого Риши Сунака, Рикши Сунака, да? Ну, все уже. И угробил он консервативную партию, конечно. Это я же тогда это объяснял, что это он сделал. И так и вышло. Так и вышло. Поэтому не будет союзников уже Зеленского и не будет уже тех, кто будет поддерживать. Либератели, либеристы там тоже не победят. Я думаю, полностью там будет коалиция. Поэтому эта коалиция, она не будет Зеленского и Украину поддерживать. Я думаю, не будут ни денег, ни оружия давать. Это раз. Ну, давайте про Байдена. Да, Байден, конечно, молодец. Он классно отличился вот в этом поездке на эти берега, там, где высадка была, американо-английского десанта. Ну и что он там отличился. Вот, показал, как надо в воздухе сидеть без стула. Потом не мог понять, когда вышел с автомобиля своего, когда приехал, куда идти, вообще где он находится. И потом уснул немножко, прикорнул, когда там празднование было этого всего высадки. Вот, Бакрон так туда-сюда, жена, он себе дремает, да и все. Ну, ушел в эту, в медитацию. В моде его, видно, научил, я вам объяснял. Этот, который является, Индия, жена типа доминион, да, почти Грейт-Бритона. Вот, поэтому, конечно, Путин выигрывает по сравнению с Байдена, а Медведев тем более. Конечно, видимо, Медведев, говорит, употребляет, говорит, а если под закусть, тогда без конечности, да. Ну, это же ему не мешает, как бы, взувать тех, даже это еще лучше получается, типа, что ж с него возьмешь, да. Дальше смотрите. То есть, сейчас практически будут укатывать Шульца и Макрона. Байден уже, по сути, это отработанный политический фрукт. Сунок это вообще, так сказать, отходы от переработки политической вместе с этим самым Шепсом, министром обороны. Ну, тут, наверное, прорвется в парламент. А вот насчет Камарона не знаю. Его, конечно, эти пранк, пранк его этот под Петю Порошенко клон бахнул по полной программе. Ну, теперь очередь Шульца. Вот, по сути, печати ему так наставил столько меток этих черных Медведев, что, я думаю, Шульцу будет, ну, он конченый политический. Я думаю, будет там полная отставка и будут осенью выборы. Все к этому идет. Эти зеленые, эти несчастные, это бербок, это вообще никакая, абсолютно никакая. Эти свободные типа демократы, это у них вообще не на грани вылета. Могут вообще не попасть, скорее всего, в новый этот парламент Германии. Ну, и социал-демократы, они проигрывают даже. Вот будут часто, так, выборы же проходят в европейский парламент. И мы скоро их результаты узнаем. И, ну, предварительно такая ситуация, что альтернатива для Германии займет второе место в европейском парламенте. У них пропорциональные там выборы. То есть, они будут после ХДС, ХСС. Это очень серьезно. То есть, это будет крах Шольца и его коалиции. Зеленых социал-демократов, говорит, Больштейн говорил, движение – все, цель – ничто. Вот. Ну, и, соответственно, этих свободных демократов. Растет Вагенкнехт, ее блок, альтернатива сильно опять укрепляется. Ну, будем видеть. Но этот, видимо, пролетает, как фанера над Парижем. Этот, блин, шлемофон, этот самый, как он называется. Макрон. Макарон. Макарон. Вот. Спагетти. Почему? Потому что эти набирают очень много Ле Пен и ее соратники. То есть, по сути, изменится полностью политический ландшафт Европы. И в этом ландшафте для Зеленского, для слуг народа и, в целом, для Украины, которая должна воевать с Российской Федерацией, места нет. Вот, народ, вы должны это четко, потребно вам это четко усвідомить. И, если вы хотите мать хоть какой-то маленький промень надеи на выживание. Потому что Зеленский уже, он тоже никому будет не нужный. Так, как и этот Ермак его, и Кулеба, и этот, как там его, как Ермак ему подставил, Сибега этот. Ну, Шмигаль там у него вообще будет полный, так сказать, фениталя комедия. Политическая, конечно. Политическая, не физическая. Ну, и до Стефанчука этого, Стефанчука доберутся. Ой, доберутся, ой, доберутся. На него столько есть желающих, что он даже себе не представляет. Вот, я бы такой вам небольшой анализ сделал. То есть, по сути, этот Медведев Дима выдал, проставил на Шольца очень много черных меток. И передал ему, как это передают, такое, они посылают эти ребята, наше дело, посылают такую там посылочку, рыбу. Говорит, рыба. Говорит, ничья у нас в домино. Вот так, такая ситуация. Ну, и, конечно, сейчас Путин в долгу не останется. Я думаю, сегодня восьмое, то есть девятое. Вот, ну, так хорошо, как раз 0,9 там. Вот, десятое, 0,6, 20, 24. Там как раз тоже всякие процессы на звездах происходят. Луна там и прочий. Месяц новый. Так что готовьтесь, ночка будет еще та, ночка будет та. Ну, и там есть этот Белоусов, говорят, что с ним есть он или нет, непонятно. Его не показывают. Вот, Шойгу тут хоть иногда появлялся. А Белоусов вообще пропал. И вот это какой-то, типа, псевдо-какие-то пару каналов, которые гутарят от его имени. Что это, типа, какие-то его слова. Голос из-за этого самого... Из-за шторы. Вот такая характеристичка у нас вышла. Такая забавная история. Но будем видеть результаты. И, конечно, я думаю, Они подготовили операцию против Шольца. И они его, так сказать, укатают сивку, эти крутые горки. Так что, собственно, Запад загнивает дальше. Говорит, загнивает, говорит, империализм. Но как пахнет, говорит, как хорошо пахнет. Общий кризис. Вот, приготовьтесь к этому. Приготовьтесь. Ну, ничего. Те, кто в Германии находятся, Вы, главное, там, как говорится, Бдительности не теряйте. Страна богатая. Там себя найти можно. Объединяйтесь в кооперативы. Друг другу помогайте. Вместе смотрите, чтобы не было такого, Что девочка пропала. С Украины в школу пошла. И не могут найти. Не могут найти. Там они нашли этих защитников Райха. Проводят у них там эти суды. Идут обыски в квартирах. А они что сделать против фашистов и исламистов не могут. Мальчиков которых, помните, зарезали их двух украинцев, Баскетболистов. Ничего тоже. Ни Зеленский, ни Гугу. Ни Кулеба, ни Сибега. Никто ни Гугу, ни Ермак. Никого не слышно. Ни Шмигаля. А что ж такое? Чего не защищаете Украину? А где этот посол? Сейчас его, может, время начинается. Может, повозку чистят. Сейчас все повозки чистят. В Вильнюсе чистят. В Киеве чистят. Он тоже, наверное, свою повозку чистит. То есть, мы видим такое разложение. Разложение, примитивность, такая некомпетентность. Ну, ничего. Уже недолго осталось. Недолго. Так что, готовьтесь. Я так понимаю, что уже следующий после Сунака, это где-то на очереди, видимо, Шольц. Но там еще неизвестно, что с этой премьершей будет бедненькой в Дании. Вот. Там она как-то, у нее какое-то такое состояние случилось. Они, видимо, не могут с этого состояния вывести. Ну, посмотрим, может, выйдет. До новых встреч.